Привет, народ! Я сегодня уже пришла домой, уставшая. С утра забыла совершенно взять камеру. Хотела вас взять с собой. У меня был очень такой продуктивный день. Сегодня я ездила в три месяца. Собиралась в четыре, но в четвертое просто уже не было сил ехать. Вы видите, тут коробочка. Наконец-то она до меня дошла. Правда, она дошла довольно быстро, но я не могла ее забрать раньше, потому что ждала, когда мне денежку придет. В общем, день был такой, что хочу поделиться. С утра я ездила на тренинг, семинар, что-то в этом духе, по тайм-менеджменту. Я брала направление сама лично на бирже труда. Если ты состоишь на бирже и ты официально безработный, то ты можешь сходить на этот тренинг абсолютно бесплатно. А так там, по-моему, полторы что-то тысячи за тренинг. Но на самом деле он того не стоит, если он стоит действительно полторы. В принципе, довольно интересная эта штука, но девушка, которая вела психолог, она вела очень медленно. Она очень медленно и тонно обо всем рассказывала, так что, как бы, хотелось бы побыстрее и поактивнее. Очень был там один посетитель, мужчина, явно что-то у него с головой. Потому что он постоянно болтал о своей личной жизни, о своих проблемах. Хотя в начале девушка-ведущая сказала, что все вопросы, которые у вас касательно вашей личной ситуации, все эти вопросы мы будем с вами решать после тренинга. Но он просто всех достал. И там просто необходимо было поставить его на место. И одна девушка, конечно, его нагрубила в этом плане. Но, по крайней мере, он, извините, заткнулся. И мы смогли, как бы, прослушать тренинг и не отвлекать его личную жизнь. Вот. В принципе, из общего тренинг мне понравился. Я вообще люблю от биржи брать какие-то такие направления. Потому что смысл сидеть дома и ковырять носу, если работы нет, и ты ее не можешь найти подходящую, именно такую, какую хочется. Вот. Когда есть какие-то курсы, тренинги, и на них можно входить бесплатно. Вот. Поэтому я всегда спрашиваю, когда иду на биржу, всегда спрашиваю, появились ли какие-то курсы, тренинги или что-то такое, чтобы обязательно записаться и, так сказать, воспользоваться возможностью и получить какие-то новые знания. вот им. Что я хотела сказать? А, хотела сказать, что, в принципе, мне понравилось и из всей лекции, так назовем ее, большую часть, наверное, я уже знала по каким-то видео, по каким-то статьям в интернете. Много народу, скажем так, на ютубе снимают ролики в плане именно такого тайм-менеджмента. И, ну, тайм-менеджмент, если кто не знает, это организация своего времени. Вот. То есть, как организовать время правильно и отзывать все важные и, в том числе, неважные дела. Срочные и, в том числе, несрочные. Вот. И, в общем, большую часть я знала, в принципе, информации. Вот. Но сегодня кое-что я для себя почерпнула. То есть, я поняла, что нужно все записывать. Сколько я не пыталась теоретически планировать свой день, то есть, утром там встаешь и думаешь, вот я сегодня сделаю то-то, 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 то-то. В итоге, просите, ни хрена ты в конце дня понимаешь, что ты ни хрена не сделал. Потому что тупо не успел. Потому что ты тупо сидел за компьютером, там что-то делал, или я смотрел телевизор, любимую передачу. Или там, ну не знаю, плохо тебе стало, ты лег спать. В общем, как все успевать? Успевать очень просто. Нужно просто планировать свой день с самого утра или заранее вечером. То есть, заводить ежедневник и вписывать туда все, что ты планируешь на день, неделю, месяц, год и так далее. И очень важно ставить тебе цель. Иначе, когда нет цели, то есть она абстрактна, там где-то в голове у тебя. Когда она вот написана на бумаге, и ты на нее постоянно смотришь на эту цель, постоянно ее видишь, то она более материальная, нежели когда ты просто о ней думаешь. Вот такие, в общем, фишки. И, в принципе, я думала над этим, что надо все записывать, но я пытаюсь, у меня как-то не получается вести ежедневник. Даже если я просто сижу дома, в плане того, что это может быть просто работа по хозяйству, там домашняя какая-то уборка, готовка и прочее, это все равно нужно организовать как-то, потому что у меня это все сумбурно происходит. Вот, в общем, такие впечатления. Потом я поехала забирать книжки. Но до этого я заехала к адвокату, там, по кое-каким вопросам. Я думаю, что если когда это все закруглиться, я уже смогу об этом рассказать, потому что все-таки там такая ситуация, в которую, в принципе, может попасть каждый, но не каждый знает, как действовать, поскольку у меня заключен договор с адвокатом, я не имею права рассказывать, в чем, собственно, проблема. Поэтому просто говорю, что если вы к адвокату, там появились все-таки новые данные, и надо было поделиться ими. Вот, и выслушать, так сказать, рекомендации адвоката, что он скажет, куда деваться, что делать, кому писать. Вот, и потом поехала забирать свои книжки. Хочу сказать, что забирала их на, господи, на Моросейке, по-моему. Моросейка, дом 9. Там пункт выдачи озон, и это просто изумительное место. Во-первых, вот та фишка, ради которой я именно 100 мест заказала книжки. Если помните, в прошлый раз я говорила, что я заказывала пункт выдачи рядом с домом, то есть практически в соседнем подъезде. То есть сейчас я заказала именно 100 местом. Поскольку я все равно ехала на Лубянку к адвокату, то решила, что на Моросейку заскочу это совсем рядом. Вот, там срок хранения книг, то есть вот когда их туда привезли, и до какого-то дня вы можете их забрать. То есть по такому постадарту где-то дня два, три, четыре в основном, а там аж девять дней. То есть я почему как бы хотела больше четырех дней, потому что я заказывала до выходных, скажем так, до 15 сентября заказывала. А потом как бы после выходных, а могла забрать книги только после выходных. Вот, поэтому я хотела именно чтобы подольше они полежали, и это было вообще изумительное место. И потом там очень хорошо, внутри там много операторов, у них большой склад. И что тоже примечательно, когда я забирала книги рядом с домом, они тоже были в коробке, но коробку мне не отдали почему-то. Типа у них так не положено. Здесь мне отдали и коробку, и собственно и накладную, и чек даже сделали. Вот, что вообще как бы супер. Вот, и сейчас я приехала домой уставшая, еле доперла эти книги, там три с лишним килограмма. Я сегодня взяла очень много. То, что не сегодня взяла, а вообще взяла очень много. Вот, и кстати я переодела сережки на золотые. На ушки, кстати, болят. Сейчас я книжку покажу вам. Отвлекусь на ушки. Вот, немножко они прилипают, но я их туда-сюда кручу, и вот правая как бы нормально, а левая побаливает. Ну, я в принципе адаптировалась уже, потому что месяц прошел, и надо, ну, как бы я, потому что надо было пересилить себя, снять сей, надеть новые, уже как бы привыкать, что у меня здесь что-то мотается. Сегодня два раза за них задела, и было довольно больно. Вот такая коробочка, тут всякие надписи, а вот какая, блин, моросейка, вот, сеть собственных пунктов выдачи заказов. Вот, моросейка, дом 9. Вот, два строения, 8Т какой-то. Ну, в общем, это, если вы там бывали, то знаете, если не бывали, то это вы ходите в метро Китай-город, рыжая ветка, в сторону моросейки, и идете в сторону Макдональдса, за Макдональдсом арка. Так, ну, тут вот список всего того, что я заказывала, с печатью, с чеком, и вообще все супер-пупер. Вот. Вот. В этот раз я заказала 12 аж позиций, в прошлый раз было 3. Я вам их показывала. Вот. Тут очень прикольно вот упаковано все бумажкой, чтобы там не двигалось ничего. Вот. Я сейчас вам пока просто покажу сами книги, а потом уже буду какие-то обзоры делать. Вот. Вот. Это из художественной, так сказать, литературы. Я просто почитала, ну, там были ссылки, я почитала отзывы, и в принципе книги неплохие. То есть, ну, я думаю, что я почитаю и тоже оставлю какой-то свой отзыв. Вот. Вот. Если вы читали, напишите мне в комментариях, как вам понравилась эта книга или нет. Вот. В принципе, обложка говорит сама за себя. Такая, значит, книга. Потом, ну, верхняя надпись также говорит сама за себя и, в принципе, за меня тоже. Вот. Вот такая книжка. Сейчас, на момент, я попробую выключить. Вот. Наверное, так лучше будет. Да. Я лампочку выключила, а то она светит очень сильно. Вот такая вот книга. Детектив. Вот, кстати, вторая книга, она тоже из этой же серии. Но другого автора. И это там целая серия таких книг. Детектив. Новый уровень. Тра-ля-ля. Но. Рейни Найт уже. Здесь Пола Хокинс. А это Рейни Найт. И там как бы есть серия таких вот книг. В плане вот тоже вот этот Детектив. Новый уровень. И названия такие со смазанными буквами. И иллюстрации. А внизу фамилия автора. И как-то я вот почитала тоже по содержанию. По отзывам. Мне вот эти две книжечки больше всего понравились. Поэтому я взяла эти две. Так. Ну тоже почитаю я вам. И потом обзор сделаю. И расскажу уже более подробно. Так. Бумага. И еще одна. Вот еще одна художественная книга. Иди сюда. Вот. Это вот такая вот книга. Ей надо туда-сюда крутить. Потому что у меня. Да. Вон. Алиска пришла посмотреть. Что тут такое происходит. Понюхать надо. Что тут такое привезли. А это что? Бумага какая-то странная. Алиска. Все. Убязала. Проверила все. Проконтролировала. И пошла по своим делам. Итак. Вот такая еще книжка. Она в некотором роде биографичная. Ну. Не знаю. Связана ли она с автором. Мэри Кемберлин. Не знаю точно. Но. Описание мне понравилось. И. В принципе. Отзывы. Они тоже очень хорошие. Это мне. Мога не знаю. Я вообще. Э. Раньше никогда книги. Художественного плана. Вот так вот. Не заказывала. То есть. Это я обычно покупаю. Художественные книги там. В магазинах. В книжнах езжу. Либо просто на развалах что-то увижу интересное. И. Эomer. Вот купить художественную книгу за приличную сумму, для меня нонсенс, как бы я никогда так не делала. Но вот просто решила что-то новое, чтобы у меня появилось на полках дома, что-то новое и необычное. Кстати, интересная обложка вот этой книги, она как будто бы, я не знаю, не бархатная, как будто это под замшу, что ли, она такая приятная и немножко перламутром отдаёт. В общем, ладно, это я когда буду делать обзор уже на книге, буду рассказывать, понравилась или нет вообще о чём книга, то более детально её рассмотрим. И её, и вообще все книжки рассмотрим. Вот, четыре книги, это художественная. Ну и тут, я думаю, что вы уже догадались, это всё раскраски. Вот, тоже я думаю, что я на каждую раскраску сделаю отдельный обзор. Вот такая книжка. Кстати, я думала, что она будет в мягком переплёте, она в твёрдом переплёте. Так, ну и, так, просто пролистаю. А, всё, это блокнот. Я поняла, это не книжка. Я просто забыла. Вот как раз мне на Новый год блокнот. Буду заполнять планы на месяц, на каждый день и разрисовывать картинки по настроению. Собственно, почему мандалы? Я, если вы помните, приобрела себе Котоманию раскраску. И потом я покупала фломастеры. И когда я стала её раскрашивать фломастерами, я поняла, что чё-то как-то фломастеры в эту систему не вписываются. То есть, Котоманию лучше раскрашивать не фломастерами, а, наверное, карандашами. Поскольку, там, я тоже вот говорила, что я покажу вам более детально. Фломастер, он протекает наизнанку и получается очень некрасиво, так как рисунки там двухсторонние. С одной стороны листаясь с другой. И мне очень это прикольно выглядит, когда у тебя с обратной стороны проступает рисунок с той стороны. Так, следующее. Вот, и в общем я решила, что под маркеры идеально будут мандалы. И чё-то меня как-то на них так пробило. Вот, взяла вот такую ещё точечную мандалы. Ну, здесь какая-то нарисуй свои чакры, что-то такое, носи с собой, цветная вклейка какая-то. Это я вообще не... Я взяла эту штучку. Вот здесь вот, не знаю, видно, не видно, такие точечки. И, по идее, по этим точкам можно нарисовать не то, как это должно быть. Потому что сзади нету, как бы, итогового варианта. Здесь вот совсем не то. Здесь реклама, содержание. Вот, никаких примеров нету. То есть, по идее, по точкам ты можешь нарисовать то, что ты видишь здесь. То, как ты хочешь положить линию, так она и будет идти. Вот, написать можно всё, что угодно, и потом раскрасить. И здесь идея совершенно... Причём, ну, тоже рисунки с двух сторон. Тут ещё какие-то вот цветные, цветная вставка какая-то. А, ну, это какие вариации могут быть, наверное. Вот, ну, в общем, такие точечные, трали-вали-мандалы. И вначале там есть описание. Ну, вот, в плане плотности бумаги для раскраски, в принципе, она ничего так. Я думаю, что маркер должна потянуть. Причём, вот там, где текст, там бумага более такая шероховатая. Там, где точки, она как будто бы глянцевая немножко. Вот. В общем, вот такая вот. Это на пробу буду пробовать. Так, сначала разберёмся с мандалами. Вот такие. Скажу так, большая книга. Вот, я, естественно, сейчас повторю, я всё более детально потом покажу. Вот. Можно сказать, постранично. Может быть, я что-то уже начну раскрашивать. Тут их достаточно много в каждой. Где-то там вот 35, где-то 85, где-то ещё сколько-то. Вот такая вот тоже. Зендулы, антистрессовые, мандалы. Вот. В общем, тоже такая. Ну, это я всё взяла для, так сказать, для пробы. Вот что-то меня как-то вдохновило, воодушевило всё это. Ну, вот здесь вот я недовольна. Здесь есть уже цветные, уже раскрашенные. Ну, кстати, может быть, я это использую для чего-нибудь в жизни. Для себя как-то. Не знаю. В общем-то, это ещё надо полистать. Тоже, что-то мне не очень понравилось. Так, вот это... А, нет, раздерёмся с мандалайами сначала. Вот. И большая книга. Такая вот. Раскрашняя. Она довольно толстая. То есть она где-то, наверное, сантиметр, сантиметр и два. Она была по акции. То есть она там стоила где-то, не знаю, рублей 600. А продавали её в районе 200 рублей. Вот. Ну, и давайте посмотрим, что тут есть. Боже, сколько их. И все разные. И все совершенно разные. Да. Вот это лучше всех вообще. Тем более за такую цену. Так. А тут у нас славянские мандалы. Это тоже мандалы. Ну, здесь какие-то медитационные. Но это я, кстати, не столько раскрашивать, сколько мне просто было интересно, что это за славянские вообще мотивы. Вот. Тоже как бы... Ну, здесь с описанием. То есть вот, например, Господи, святочные задания, например. И вот под них какая-то... Гадание на бабах. Гадание в зеркале. Гадание на свинце. Гадание на иглах. Гадание на яйцах. Гадание на кофе. Ну, и в общем, все в таком духе. Заговоры тут всякие. Есть вот цветные варианты. Но они такие довольно простенькие. Вот. Я говорю, что я это не столько для рассказки, сколько для информативности взяла. Вот. И еще вот эти две книжки. Так, сейчас вот коробка вся пустая. Я ее отодвину, потому что она очень много места занимает. Вот. И две вот такие книжки. Там еще... Там были, на самом деле, еще книги из этой серии. Они вот такие квадратные и... Как квадратные? Квадратные. И довольно красочные такие вот, как сказать, в такой стилистике. Ну, мне понравились вот эти две. Они как бы самые такие рекомендованные, что ли. Дарья Сонг. Магические рисунки. Ну, и тоже. Я общими чертами покажу, то есть, что там внутри. А потом уже, когда буду обзор делать, покажу более детально, более подробно. Вот. В принципе, рисунки довольно такие мелкие, я вам скажу. Вот тут, правда, я не помню, почему белый лист. Кстати, их много, очень белых листов. Вообще, очень мелкие, совсем мелкие. А, это содержание. Содержание, кстати, тоже можно раскрасить. Ну, в общем, вот так вот. В общем-то, вот видите, как бы рисунки довольно информативные, содержательные. Там много всяких элементов. Много и мелких, и крупных. То есть, можно целые прям пейзажи картины получать. Вот. И, в принципе, интересно проработать какие-то моменты. Чем-то, кстати, вот такого плана раскраски я такой никогда... Там, вот тут есть страничка, нарисуй свою мечту, называется. А, нам не видно будет. Сейчас, я не скажу. Это так забавно, я такого, как бы, никогда не из-за так мило. И целый лист, даже двойной разворот для того, чтобы нарисовать свою мечту. Вот. В общем, у меня такой раскраски никогда не было. Большой, квадратный, такой многодетальный. И мне всегда было очень любопытно иметь такую. Ну, кстати, вот раньше я довольно скептически относилась к раскраскам. Но сейчас я реально на них подсела. А тут, кстати, вот как рассказ идёт. Видите, и текст написан, и картинки. В общем-то, довольно интересные такие снеженцы. И я думаю, что... Причём, кстати говоря, да, я думаю, что будет интересно. Именно на эти две книги, то есть, если вот другие, там было написано, что просто раскраски, там, антистрессовые раскраски, то вот здесь вот прям конкретно было указано, что это рисунки, раскраски для взрослых. Но я что-то ничего такого неприличного здесь не увидела. Не знаю, может быть, при детальном рассмотрении как-то оно больше, более проявится. Так что такие у меня сегодня покупки. Не покупки, а приобретения, наверное. Вот, сейчас пойду что-нибудь поем, потому что целый день ходила, гуляла. Ну, как гуляла? Ходила за, так сказать, по делам. Вот, так что сейчас пойду поем. И если получится, что-нибудь на ужин приготовить, потому что уже время поджимает. И все. До новых встреч. Обязательно подписывайтесь, ставьте пальчик вверх, ну или вниз. Если не нравятся мои видео, если не нравятся мои видео, тогда их вообще не смотрите. А если нравится, тогда обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новых видеовыпусков, потому что будет очень много всего интересного, а в планах очень много всего. Ставьте пальчик вверх и оставляйте комментарии. Мне будет приятно почитать. Может быть, узнать что-то новое для себя. И обязательно напишите мне что-нибудь по этим книгам, если вы их читали. Напишите свои впечатления, если нет, там, хотите ли почитать. И, может быть, просто знаете этих авторов. Ну, вот так вот. Так что, пока! Продолжение следует...